Арк МТВ представляет Затем Аллах сказал «Вот сказал твой Господь ангелам, я создам человека из глины». «Когда же я придам ему соразмерный облик и вдохну в него от моего духа, то падите перед ним ниц». Когда Аллах Свят Он и Велик говорит «от моего духа», тем самым Он проявляет уважение к душе. Не нужно понимать это буквально. Нет такого, что внутри нас есть дух от Аллаха. Это то же самое, когда Аллах называет «Каабу бэйти», «мой дом», или когда Аллах говорит «верблюдица Аллаха». Всевышний Аллах проявляет уважение к душе, говоря, что Он вдохнет свой дух в Адама. Внутри нас нет какой-либо божественной сущности. Но главное, что мы возьмем из этих слов, и это очень важно, это то, что тело было бесполезно без души. Понимаете, ангелам не было велено пасть ниц, совершить сучуд, пока Адам не приобрел душу. Это говорит нам о том, что наша внутренняя сущность, наш характер, наши нравы, наша внутренняя красота намного важнее, чем наша внешняя красота, внешние качества. Мы должны больше заботиться о том, как исправить, как сделать лучше внутренние качества, как сделать так, чтобы они вызывали довольство Аллаха, поскольку именно в них заложена наша истинная ценность. Это касалось даже Адама, мир ему. Ангелам не было велено проявлять какое-либо почтение самому телу Адама, мир ему, пока в него не была помещена душа. И поэтому Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал, «Мы должны прекратить хвастаться нашими племенами, хвастаться своим происхождением, своими предками». Также Пророк, мир ему и благословение, сказал очень важные слова, что те люди будут всего лишь топливом для адского огня, и для Аллаха они, значит, меньше, чем жук, крутящийся вокруг носа. Субханаллах. Он говорит нам, что есть люди, обладающие телами, однако внутри них испорченные души. Ведь в конечном счете наши тела ничего не стоят, никогда они будут положены в могилу, где их ждет разложение, никогда они воскреснут в день суда, поскольку некоторые из них станут всего лишь растопкой для огня. Поэтому для нас очень важно улучшать нашу внутреннюю сущность, внутренние качества, поскольку именно благодаря им мы можем заслужить довольство Аллаха, любовь ангелов и даже любовь других людей. И вы знаете, что когда мы находимся в утробе матери, ангелы приходят к нам только спустя 4 месяца, когда они приносят нам душу. И даже если вы сможете каким-то биохимическим путем создать точную копию человеческого тела, что вы будете делать с душой? Откуда вы возьмете ее? Душа. Вот что делает нас уникальными творениями. И вот когда Аллах, Свят Он и Велик, поместил душу в тело Адама, мир ему, произошло нечто прекрасное. Когда душа оказалась в теле Адама, мир ему, он чихнул. И затем он произнес «Альхамдулиллях». Пророк, мир ему и благословение, говорит, что Адам чихнул, а затем сказал «Альхамдулиллях». Получается, что первыми словами человека были «Вся хвала принадлежит Аллаху». Аллах, Свят Он и Велик, ответил на это и сказал «Да смилуется над тобой твой Господь». Субханаллах. Только представьте себе, первым разговором между Аллахом и человечеством были слова «Альхамдулиллях» и «Архамук Аллах». Мы восхвалили Аллаха, и Аллах сказал нам «Да смилуется над тобой твой Господь». Пророк, мир ему и благословение, сказал, что если вы чихнете и при этом не скажете «Альхамдулиллях», шайтан посмеется над вами. А если вы чихнете и скажете «Альхамдулиллях», а тот, кто рядом с вами не скажет вам «Ярхамук Аллах», «Да смилуется над тобой Аллах», шайтан посмеется над ним. Поскольку шайтан знает о том первом общении между человеком и Аллахом, и шайтан знает о значении этих слов. И вот, когда душа проходила по телу Адама, открылись его глаза, и он, мир ему, увидел рай. Когда Адам увидел красоты рая, увидел дворцы, прекрасные деревья, фрукты, увидел всю эту красоту вокруг себя, он захотел устремиться к этим благам еще до того, как душа достигла его ног. И Аллах, Свят Он и Велик, сказал на это. Человек был сотворен нетерпеливым. Аллах описывает нас, как нетерпеливые творения. Однако, несмотря на эту поспешность, Аллах все равно одарил нас Своей милостью. Мы просим Аллаха, несмотря на все наши недостатки, несмотря на то, что мы забывчивые творения, продолжать одаривать нас Своей милостью. Обзнать на них Евгения. Продолжение следует...